В этом году мы участвовали в номинации «Медийный образ» дошкольной образовательной организации. Всегда говорила о том, что зарплату надо не получать, а зарабатывать. И если зарплату нам сохранили, мы получаем, значит, мы должны отрабатывать. Это как один момент. И второй, если мы не будем иметь связь с детьми, педагоги, воспитатели, если мы не будем продолжать, то после окончания этих особых условий мы получим результат очень плачевный. То есть мы программу образовательную не реализуем, и будет очень тяжело это все догонять и нагонять. Поэтому нами были разработаны видеоуроки. Мы продолжали в это время, у нас так получилась была тема «Космос». И весь месяц у нас лег на эти, ну, в пандемию попал. Очень много было разработано воспитателями, всеми специалистами. То есть программы, где дети могли выходить и в Zoom, и запись, ну, предполагалось. Мы создали сайт во время пандемии. Мы сделали специальный сайт, где выкладывали все специалисты, все уроки, все занятия, дети. Поздравляли, потом дальше пошло, да, ни праздников, ничего нет. Там начали уже групповые поздравления с какими праздниками, с днями рождений, там, воспитатели. Ну, много было работы. Очень большой объем материала. И когда все это закончилось, когда мы вышли, когда мы ознакомились опять с положением, о конкурсе, ну, мы его, в принципе, знаем все. И мы подумали, почему бы нам не поделиться своим опытом. Мы не одни такие. Были много организаций, которые тоже в это время работали, не просто сидели дома. Вот, поэтому было с кем побороться. Сколько их было? Не могу сказать. Мне кажется, около где-то 20, по-моему, организаций именно вот в этом, в медийном образе, именно в этой номинации. Но в основном были организации со школами, которые, ну, в комплексе работают. А в школе, как известно, да, в школе это существует. То есть дистанционное образование в школе, оно существует, оно давно всем известно, разработано и так далее. Для детского сада нет такой ни программы, ничего. Ну, и мы решили попробовать, а почему бы нам не сделать это. Ну, и пришла нам такая даже замечательная мысль. Во-первых, мы не знаем, это может еще и повторяться, да, и на сколько это лет и вообще. Но даже если все будет отлично, мы справимся с ковидом, все будем работать, ходить каждый день, получать удовольствие на работе, общаться вживую с детьми, то, в принципе, в нашей стране, в Российской Федерации, есть такое понятие, как семейное воспитание. Дошкольное образование у нас не является обязательным, поэтому любой родитель до школы может воспитывать ребенка в рамках семьи. И вполне для того, чтобы быть, ну, как бы в теме, да, любой родитель, ну, предпочитающий такое образование, может воспользоваться этой программой, этими уроками. То есть у него будет такая возможность профессиональной, с профессиональной точки зрения, да, увидеть, как это все делается, с ребенком заниматься. Мне кажется, очень неплохая идея. Вот на фоне этой идеи мы написали проект, мы его защищали и мы победили. Всем же приятно получать награды, заслуженно. И везде, в любой сфере есть какие-то соревнования, раньше не называли социалистическими, а теперь просто конкурсы. И надо дать должное, замков детства, они участвуют в этих конкурсах всероссийских. Это конкурс, который проводился общественной организацией, но тоже очень известный, авторитетный. Из 184, по-моему, детских садов, которые приняли участие, там 8 номинаций. В одной из номинаций победили именно наш коллектив и замков детства. Причем это второй год они побеждают. Первый раз они победили в номинации, связанной с, скажем так, образом самого здания. Архитектурой? Да, архитектурой и одновременно с внутренним мембранством. Они действительно очень много делают, там очень интересного. А вот сейчас они стали лауреатами в другой номинации. Это удаленное обучение, но там не только удаленное обучение, там все интерактивное обучение. У них же класс робототехники есть, у них есть. В общем, они очень интересно сделали библиотеку, сделали читальный зал. В общем, они занимаются детьми и постоянно улучшают образовательный процесс и отношение детей к разным, в том числе и новшествам, которые появились за последний год. И эта работа была заслужена, на мой взгляд, оценена вот этой комиссией. 30 октября, по-моему, здесь будут проходить награждения. Мы как учредитель тоже в этом будем участвовать. Приятно, что совхоз не только известен, знаменит своими достижениями в сфере производства сикхозпродукции. Мы лучшие в землянике, мы лучшие в овощах, мы одни из лучших в производстве молока. Но еще тем, что детский сад у нас лучший, школа у нас лучшая. Что парки у нас тоже завоевали всякие награды. И, кстати, поликлиника, пока Ирина Балатураева работала, там тоже завоевала заслуженное признание. И даже губернатор дал им, по-моему, признание лучшей поликлиникой в Московской области. И дали грант, 3 миллиона, по-моему, они получили, который они тратили тоже на оборудование. Поэтому мы лучшие, это известно всем. Продолжение следует...